В Ханты-Мансийске открылась первая и единственная в России резиденция елки. Главными гостями, конечно, стали дети. Для них здесь организовали развлечение на любой вкус. А на инклюзивной площадке Сад Добрых Дел наравне со всеми могут играть и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Сад Добрых Дел наравне. Мы несколько лет подряд встречали Новый год при очень низких температурах. И понятно, что мы подготовили в связи с этим очень много площадок в закрытых помещениях. Это место, куда можно привезти очень много детей. Здесь можно проводить утренники. Это многофункциональная площадка. Словом, каждый найдет для себя отдых по душе. Для детей проводят театрализованные игровые программы, мастер-классы. Родители могут приобрести подарки на аллее мастеров. Югорские рукодельницы с радостью предложат вам яркий свитер с хантыйскими мотивами или мыло с ароматами таежных лесов. Порадовать большее количество людей, чтобы все успели подготовиться к праздникам. Журналисты федеральных изданий знакомятся с праздничной программой. В своих газетах и на видеопорталах они расскажут подписчикам о новогодней столице. О том, как умеют отмечать главный праздник в Югре. Я, конечно, смотрела фотографии, слышала по телевизору о чем-то. Но я не представляла, насколько здесь потрясающая атмосфера, потрясающие люди. В течение двух новогодних недель в резиденции пройдут спектакли для детей и взрослых. Здесь даже можно будет попробовать Югру на вкус. Кроме того, организаторы новогодней столицы предусмотрели спа-фестиваль, мастер-классы по массажу и бане. Любители активного отдыха уже осваивают пешеходные экскурсии. И один из живописных горнолыжных комплексов России – Хвойный Урман. А те, кто не испугается сибирских морозов, может встретить наступление Нового года на городской площади вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Олеся Безденежных, Александр Шулдиков, телерадиокомпания «Югра», Хантамансийск.